Меня зовут Крейл, я работаю в Яндексе в отделе, который занимается разработкой Яндекс станции. Если быть точнее, разработкой колонок, собственно, умных колонок с Алисой. Ну и, собственно, начну я с того, что Яндекс традиционно считался, надеюсь, софтварной компанией. Это уже довольно давно не так, потому что помимо, собственно, Яндекс станции есть еще беспилотники, и у этих ребят прям есть отдельное здание, и они вовсю пилят железки. А, собственно, еще помимо разработки железа Яндекс занимается, как это сказать, ну я бы назвал это образовательными инициативами в области электроники и железа. В частности, появилась инициатива Я железа, которая появилась как раз год назад во время, собственно, изоляции. Мы провели некоторое количество стримов и в прошлом году, и в этом году, и, собственно, сезон стримов весенний закончился, осенью мы продолжим. Собственно, Я железа – это то, что можно индексить, найти там немало полезного. Так, значит, что мы делаем, зачем, где и почему все? Мы делаем умные колонки с Алисой. Здесь есть самая первая Яндекс станция, Яндекс станция мини, Яндекс станция макс, а всего остального пока нет, потому что это секрет. Мы делаем колонки сотнями тысяч штук. Это заставляет нас оптимизировать процесс, подходить к вопросу, что называется, по-настоящему, по-взрослому. Зачем мы делаем Яндекс станцию? Чтобы сделать мир лучше, что еще я мог бы сказать, правда? Ну, еще потому что можем. Это важно. Значит, каждый раз, когда у компании софтовой появляется вопрос, появляется идея «давайте сделаем какую-нибудь штуку», у бизнеса сразу возникает вопрос «зачем делать свое железо?» Ответа, да, и контраргументы бизнес приводит два. Во-первых, мы можем запартнериться с какими-то людьми, которые делают свои колонки, договориться с ними, и дальше, собственно, они делают железо, мы пишем наш крутой код, мы же софтовая компания, мы возьмем их колонки, ставим в них свой код, и все будет классно. Яндекс тоже, выражаясь мягко, наступил на эти грабли. То есть были попытки партнериться, но они закончились, не сказать, что успешно. Потому что у производителей железа есть свои взгляды на то, как туда следует вставлять код, сколько нужно ресурсов предоставить, насколько часто обновляться. Ну, один из примеров такой, что для оптимизации, собственно, прошивки, распознавания звука и так далее, Яндекс.Станция обновляется довольно регулярно. Я не знаю точно, насколько, но по моим ощущениям, раз в две недели так точно. При этом мы пришли к одному из партнеров, договорились, все в порядке, и тут эти люди говорят, ну, у нас обновление прошивки раз в полгода не чаще. И что нам делать? Ну, и, собственно, это приводит к тому, что приходится подстраиваться под партнеров, приходится подстраиваться под их железо, под каждую их железку держать специальных своих людей, которые будут заниматься поддержкой, потому что, когда что-то у них не сработает, они будут кивать на нас. И, в общем-то, это требует увеличения количества персонала, который можно было бы использовать для других более полезных вещей. Второй вариант – это всякие ОЕМ-варианты, мы их позже рассмотрим. Из серии «Мы не будем делать свое железо, мы придем в Китай, скажем, китайцы, сделайте нам хорошо, и они нам сразу сделают хорошо». Это миф, я про него тоже расскажу отдельно. И, в общем, долго ли, коротко ли, мы всю разработку проводим в России, в Москве, в нашем офисе в Яндексе. Мы хотим обеспечить максимальный контроль над происходящим и максимальное соответствие той функциональности, которую мы хотим. Еще потому, что, вот я только что говорил про миф, никто за нас не будет для нас ничего разрабатывать. Это частый миф, я наблюдал его в Шэньчжэне, когда я был там в составе одного стартапа. Когда приезжают люди в Шэньчжэне, думают, сейчас я такой приду, и ко мне выстроится очередь из китайцев, которые будут, значит, мечтать сделать мне хорошо, которые для меня все разработают, а я буду такой сидеть на стуле и говорить, нет, вот это не очень, это не очень, а вот это переделайте, ну, а это ладно, сойдет. Дальше человек приезжает в Шэньчжэне и выясняет, что он там никому напрочь не нужен абсолютно, что если он будет очень хорошо бегать, то, может быть, он найдет программиста индусского происхождения, который так уж и быть, согласится на него поработать недельку, и после чего уйдет в туман, потому что, ну, все, работа сделана. Поддерживать код? Давай сам. Вот, и, собственно, ситуация вот такова сейчас. Мы должны все делать сами, потому что никто за нас ничего не делает. Производство у нас в Шэньчжэне, в Китае, потому что так дешевле. Пока что. Слово «пока что». Если посмотреть на эти небоскребы, начнет закрадываться подозрение, почему, как бы, пока что дешевле, но все может измениться. Уровень жизни в Китае растет. Собственно, это приводит к тому, что Китай съел, собственно, всех своих работников, которые могут войти. Работники регулярно жалуются на то, что, вот, значит, у меня там в деревне стадо из овец, их бы сейчас спасти, а вместо этого приходится инженерам на фабрике работать. Очень грустно. Значит, Китай вследствие роста уровня жизни повышает зарплаты работникам, из-за этого увеличивает стоимость производства. Вот. Как мы все делаем? Значит, сначала я начну, поговорю, точнее расскажу про варианты аутсорса. Потому что, если мы что-то делаем в Москве, а что-то в Китае, значит, что-то мы им отдаем на, собственно, как это, что-то мы с ними делим, да, в области производства. Я начну с нижней строки. Самая нижняя строка – это когда мы вообще ничего не разрабатываем, мы приехали в Китай, пришли на фабрику, сказали, «О, вот эта железка нам нравится, пожалуйста, произведите ее нам». Дальше железка брендируется, в нее заливается наша прошивка, дальше продается под нашим брендом. Вот. Многие так поступают, но это не путь Яндекса. Следующий вариант, следующая строка – это когда мы разработали ТЗ, дали ТЗ китайцам, дальше они все сделали, и, собственно, вот на этой звездочке произошла передача от нас ТЗ к ним, а на этой звездочке они передали нам готовые железки. Перепрыгну через строку, значит, следующая строка отличается от предыдущей тем, что мы еще после того, как китайцы все разработали, мы еще это вот утвердили вот здесь. И если нам понравилось, мы говорим «Ок». Следующий вариант, когда мы разработали ТЗ, все разработали, дальше дали фабрике детальные чертежи, и все было произведено. Минус в том, что если мы работаем по этому направлению, мы не знаем местной китайской специфики, может быть, есть какие-нибудь китайские аналоги микросхем, которые дешевле, то здесь есть риск сделать дороже, чем было бы возможно. А если мы сделаем дороже, чем было бы возможно, то мы можем проиграть гонку с конкурентами, которые учли эти моменты. Ну и последний вариант, когда мы разработали ТЗ, разработали железо, фабрика что-то произвела и отгрузила это нам. А финальная сборка происходит уже в Москве. Так работают одни мои друзья, собственно, они все разработали сами. В Китае производят платы, их собирают. И после этого платы приезжают пустые в Москву, и здесь в Москве их прошивают и собирают до окончательного состояния. Этот метод ребята выбрали потому, что они очень боятся, что китайцы украдут их прошивку. И, в общем-то, все будет грустно. Мы в Яндексе работаем по вот этой строке. Здесь происходит следующее. Вот желтая полоса поперек идет. То есть мы разрабатываем ТЗ, а дальше мы начинаем коммуницировать с фабрикой. То есть мы все время консультируемся с фабрикой на тему того, какие бы микросхемы поставить. Принимаем их рекомендации или не принимаем. В процессе производства мы контролируем производство и занимаемся тестированием у них на конвейере. И вот, наконец, Final Assembly. Это когда они, в общем-то, упаковывают коробки и отправляют в Россию. При таком подходе мы можем учесть все особенности работы конкретной фабрики, можем учесть особенности доступности компонентов на китайском рынке. И при этом мы еще контролируем качество в процессе производства. Собственно, больше контроля. Нужно больше контроля. Теперь поговорим про процесс проектирования. Это общая линия. Собственно, здесь мы придумываем, что мы хотим. Здесь мы делаем инженерный прототип. Сверху дизайн, снизу железки. Или наоборот, неважно. А здесь мы занимаемся производством. Сейчас мы про это поговорим отдельно. На первом этапе мы должны придумать идею зерно. То, что поведет нас вперед, аки путеводная звезда, значит. Мы должны на этом этапе среди бесконечного множества возможностей выбрать то, что понравится руководству компании, пользователям, инвесторам и так далее. То есть тут приходится вести много переговоров, много рисовать и, собственно, много исследовать, что нужно рынку. После того, как, значит, сделан первый, самый первый прототип. Самый первый прототип – это очень много рисунков из картона, из бумаги, нарисованные с фломастером кнопки, светодиоды и так далее. Примерно так выглядит то, что получается на выходе из нашего дизайнера. Он нарисовал множество скетчей. И дальше с этим мы ходим по людям, с которыми мы хотим разговаривать. После того, как мы утвердили, что мы должны сделать, нужно пройти по вот этим двум веткам. С одной стороны начинается настоящий дизайн. То есть там какой пластик, какое покрытие, какой размер, какой вес, где кнопки, где светодиоды. И вторая ветка – это инженерная часть. То есть какие платы мы туда ставим, какой микропроцессор, сколько памяти, какой Wi-Fi-модуль, почему именно так, а может быть можно дешевле. И, собственно, происходит постоянная борьба между дизайнерами и, собственно, инженерами. Потому что нужно, с одной стороны, сделать красивый корпус, а с другой стороны, чтобы все работало. Собственно, процесс очень сильно итеративный, потому что, допустим, мы сделали какой-то корпус, сделали платы, произвели их, и тут вдруг выясняется, что происходит перегрев, и нужен радиатор. Отлично, мы вставляем радиатор, но он же занимает объем. Этот объем отнимается откуда-нибудь. То есть либо у нас девайс становится больше, либо радиатор погружается вглубь, и у нас уменьшается объем акустической камеры. А у нас как это повлияет на акустические свойства? И вот тут начинается такая вот история. Значит, на этом этапе мы делаем много прототипов из, опять-таки, пенопласта. Мы их печатаем на 3D-принтере и применяем прочие такие варианты. Мы решаем, сколько кнопок, какие должны быть светодиоды, какие звуки должна штука издавать, как она должна реагировать на речь. Собственно, вечные споры о том, что у нас же голосовое управление, а зачем нам кнопки? И с другой стороны, ну а вдруг они нам понадобятся? И есть всякие дизайнеры, которые убеждены, что кнопки строго необходимы, и другие дизайнеры, которые говорят, что зачем нам кнопки вообще? Чудесный пример в самом низу, как питать устройство. Собственно, в нашей станции МАКС используется, как это, цилиндрический разъем для питания, наш собственный источник питания. Возникает опрос, а почему не использовать USB Type-C, как, например, в станции МИНИ? Собственно, потому что USB Type-C предполагает, что можно в девайс вкачать много ватт энергии, то есть 15 ватт на 5 вольтах в 3 амперах базово, да? И если использовать профиль питания, например, 15 вольт 2 амперы, то вот вам 30 ватт. Если можно больше, то, значит, можно больше. Ну и, казалось бы, мы берем, делаем блок питания, который имеет 15 вольт 3 амперы, USB Type-C, и ура, все довольны, все смеются. Но дальше возникает тут же вопрос, а что будет, когда пользователь воткнет в качестве блока питания зарядку от сотового телефона, который выдает 1 ампер 5 вольт? Если устройство просто не включится, то будет больно тему того, что и ваша станция не работает. Если она будет пытаться из этого ампера получить полную мощность, то, значит, она зависнет или выключится, как только пробует сыграть Рамштайн. Значит, она должна включиться и сказать, что, значит, источника питания недостаточно, будет маленькая мощность, и вот, значит, нам нужно контролировать, сколько напряжения может выдать блок питания, как-то это отрабатывать. Может быть, проще поставить свой блок питания, который точно выдает нужные характеристики напряжения. И вот эти вопросы приходится решать. И вот, когда у нас готов инженерный прототип, что это такое? Он похож на итоговое устройство. Дизайнеры сказали, да, мы хотим так. Инженеры сказали, да, окей, мы сделаем такие платы, и это точно будет работать. Мы сумеем туда впихнуть нужные компоненты. Этот прототип напечатан на 3D-принтере, как правило, потому что это самая доступная технология. Платы при этом мы, конечно же, заказываем. У нас есть резонит в Зеленограде рядом с Москвой. Платы приезжают к нам, мы их паяем сами. У нас есть, как это, мастерская, как это сказать, кузня. Там стоит микроскоп, стоит паяльное оборудование, и сидит девушка-монтажница. Она все собирает. Значит, все это нужно для того, чтобы с нашей стороны отдать железки системным программистам, и они могли бы начать работать над функциональностью устройства. А с другой стороны, мы можем пойти с этим прототипом на фабрику и начать разговаривать с фабрикой. То есть мы приходим на фабрику и говорим, вот наш прототип, хотим такое же 100 тысяч штук. Давайте про это поговорим. Если фабрика согласна на наше предложение, она начинает комментировать. Значит, она предлагает улучшения, указывает, что нужно изменить в корпусе, и, может быть, говорит что-то про компоненты. В общем, после того, как с фабрикой мы договорились, начинается работа с фабрикой. И начинается первый этап подготовки к производству, EVT, Engineering Validation Test. Это, собственно, оптимизация схемы устройства, его корпуса, то есть так, чтобы можно было, в принципе, произвести. На 3D-принтере много, что можно напечатать, но когда мы будем производить 100 тысяч штук, нам нужно, чтобы термопласт-автоматы могли эффективно отливать наши корпуса. А раз так, то корпус должен быть оптимизирован под эту задачу. Если наш конструктор что-то не учел, а значит, если корпус изменился, значит, наверняка и платы изменились, а еще должно быть удобно это собирать, поэтому винтики нужно правильным образом завинчивать. То есть вот такие моменты начинают проверяться. Значит, фабрика дает рекомендации по компонентам. Например, они говорят, зачем вам блоки питания от Techass Instruments, когда есть блоки питания от Synergy, например. И мы проверяем, насколько эти блоки питания будут хорошо работать. Допустим, мы согласились с тем, что блоки питания выглядят прилично, мы соглашаемся их проверить и делаем новый прототип. А потом мы делаем еще один прототип, когда выясняется, что эти блоки питания, допустим, не удовлетворяют нашим высоким стандартам качества. А потом еще прототип. И так до тех пор, пока, наконец, все не будут удовлетворены. И фабрика скажет, что да, все компоненты, которые вы выбрали, мы сможем закупить, и мы, что да, те компоненты, которые вы сможете закупить, нас устроят. Сегодня это становится все особенно жестко в условиях чудовищного кризиса в области производства электроники. Кризис связан с тем, что в мире есть единственная фабрика, которая делает, как это, электронику по высоким и тонким, точнее, техпроцессам, это TSMC в Тайване. И сейчас фабрика перегружена на 150%. Сроки поставки большинства компонентов составляют от года. Многие производители говорят, что они не будут принимать заказы на компоненты, если нас не устраивают сроки. С рынка исчезло множество популярных микросхем. И тут еще Техас Инструментс сломал свои фабрики во время блокаута в США, во время зимы, собственно. В общем, тут нагрузка на наших инженеров сильно возросла, потому что мы вынуждены делать не там пять прототипов, а в четыре раза больше под все варианты компонентов, доступных на рынке. Наконец, мы сделали прототип, который нас устраивает. Мы его произвели у нас в России, спаяли сами и дали системным программистам, чтобы они подтвердили, что да, все работает надежно, все хорошо, все в порядке. Нет ли перегрева, работает ли Wi-Fi, надежен ли Bluetooth. И, собственно, на этом EVT заканчивается. Наступает следующий этап DVT, Design Validation Test. Тут уже мы проверяем, насколько ткань хорошо прилегает, насколько крепок пластик. На этом этапе фабрика делает корпуса по настоящему техпроцессу на настоящих термопласт-автоматах. Производятся проверки, типа, что будет, если устройство уронить, не треснет ли оно, удобно ли нажимать кнопки. Если не очень удобно, значит, нужно сделать их выпуклыми и слегка переделать пресс-форму под это дело. В общем, все ли в порядке, все ли удовлетворяет дизайну. На этапе девяти фабрика производит несколько сотен устройств, отправляет их в Москву, мы их раздаем бета-тестерам, и они их, значит, всячески проверяют. Вот. Если что-то идет не так на этапе DVT, то мы делаем еще один прототип. И, в общем, тут опять-таки итеративный процесс. Когда, наконец, все утверждено, мы подобрали все ткани, начинается PVT, то есть Production Validation Test. Это уже задача фабрики, потому что фабрика должна сделать все, чтобы произвести нужное количество в нужные сроки по нужным ценам. Фабрика закупает компоненты, строит, значит, конвейерное оборудование. И вот, наконец, когда PVT закончен, казалось бы, можно расслабиться, правда? Было бы здорово. Но нет. Потому что у фабрики есть... Вот я написал особенности фабричного менталитета. Я сначала хотел написать особенности китайского менталитета, но на всякий случай решил этого не делать. Вот. В рамках, так сказать, дипломатичности, толерантности и все такое. Значит, особенности фабричного менталитета в трех словах можно описать вот так. И так сойдет. Вот. Дело вот в чем. Если фабрика китайская, и она мало работала с западными заказчиками, эти люди не понимают, что такое интеллектуальная собственность. Вообще. Вот Google сделал колонку. Классная колонка, давайте мы не будем ничего изобретать, просто скопируем их платы, и все будет хорошо. Или Apple, например. Вот. То есть зачем? Пресс-форма-то есть. Просто сделаем такие же корпуса. Классно же, сэкономим кучу денег. Дальше. Следующий вопрос – это сертификация. У вас в колонке HDMI, ну что, все в порядке, на схеме HDMI разъем есть, вы его припаяли, все, проверили, работает, классно. Сертификация зачем? Фабрика не понимает и не закладывает на это ресурсы время. При том, что на практике, если мы хотим, чтобы наша колонка продавалась, мы должны пройти сертификацию, если что-то идет не так, мы должны все переделывать. Пример, значит, из жизни. На станции МАКС есть светодиодный экран, есть российские стандарты по ЭМИ, то есть электромагнитной совместимости. Девайс обязан излучать помехи не более, чем определенный уровень. Мы в процессе, собственно, EVT сделали экран, проверили его в лаборатории, и тут вдруг выяснилось, что он излучает немножко больше, на 4 дБ, больше, чем положено. Это привело к тому, что мы переделали схему, переразвели плату, переделали расположение проводников для того, чтобы экран меньше шумел. Снизили частоты, например, а где-то повысили наоборот. Ну и, собственно, это привело к тому, что мы переделывали экран, ездили в лабораторию, платили за это деньги для того, чтобы станция проходила сертификацию в Ростесте. Фабрика не понимает, зачем это надо. И фабрике нужны деньги, и это единственный интерес фабрики. Вот тут есть формула «прибыль фабрики» — это количество устройств умноженное. И тут дальше в скобочке единственный компонент с знаком «плюс» — это цена за единицу. Все остальное со знаком «минус». Это себестоимость комплектующих, и фабрика будет пытаться ее снизить. Это стоимость труда, и фабрика будет стараться снизить ее. Стоимость производства, стоимость капитала. Ну, про капитал ладно. В этой формуле нет качества. И если что-то пойдет не так, фабрика не заинтересована в том, чтобы делать качественно. Потому что все проблемы по низкому качеству ложатся на ваши плечи. Один из примеров. Значит, когда мы делали станцию мини, собственно, сделали прототип, все работает, мы его проверили, все в порядке, запускаем девяти. К нам приезжает сотня станций, мы начинаем их тестировать, и обнаружим, что они на полной нагрузке зависают. Как так? Так, начинаем проверять, выясняем, что на полной загрузке у них увеличивается потребление процессора, и блок питания внезапно начинает выдавать слишком большой размах напряжения. Стали выяснять дальше, и выяснилось, что китайцы припаяли 10 микрофарад вместо 22 микрофарад. Молча, тайком. Мы начинаем с ними ругаться. Через неделю руганий они согласились с тем, что да, было дело, припаяли. Но отнекивались они просто как могли, пока мы, наконец, не ткнули их носом в приборное измерение. Мы так и не смогли... Да, единственное, в чем они согласились, что они были неправы, что сделали это молча. Но то, что они поменяли конденсаторы, они были неправы, они так и не признали. И поэтому нужно следить. И, собственно, поэтому мы пришли к необходимости самостоятельно делать оснастку и стенды для тестирования наших железок. Типичный стенд для тестирования железа выглядит так. Тут, собственно, процессорная плата станции МАКС. Ну, там процессор, память, Wi-Fi-модуль, питание для всего этого. Значит, собственно, мы сталкивались с откровенным саботажем со стороны фабрики, потому что, ну, классика, произвели станцию, зашили туда тестовую прошивку, станция проверилась, после этого ставится битик, что тестовая прошивка сказала ОК, и после этого зашивается боевая прошивка. Дальше приезжает партия станции, мы обнаруживаем какой-то неприятный брак. Начинаем выяснять, битик стоит, но дальше обнаруживается, что станции не проходили тестирование по сторонним признакам. И дальше мы выясняем, что китайцы изловчились записывать этот битик, минуя зашивку тестовой прошивки. То есть, и причем у них не возникает, что что-то не так, потому что любая бракованная станция — это убытки для фабрики. А тут ты битик записал, и порядок, нет убытков. Сохранил фабрики, много денег, супер. И, в общем-то, я именно это имел в виду, когда говорил, что мы обязаны, как желающие высокого качества, добиваться того, чтобы наши стенды работали на конвейере. По описанным выше причинам, китайцы не заинтересованы в том, чтобы делать свои стенды, поэтому стенды делаем мы. Мы сначала хотели сделать так. Мы в Москве делаем стенд, мы его проектируем, отлаживаем, проверяем. Дальше в Китай отправляем документацию. Они эти стенды делают несколько штук по документации, и все получается. Нет, они не справились с этим. Не знаю, случайно так у них не получилось, или они специально саботировали процесс. Но результат такой. Все стенды мы делаем в Москве, проверяем, отлаживаем, и, собственно, мы убеждаемся в том, что все работает как надо. После этого мы эти стенды отправляем в Китай, где их ставят на конвейер. И дальше, собственно, что внутри стендов? STM32 занимается реал-тайм задачами. Измеряются напряжения, измеряется размах этих напряжений, измеряется то, как нажимаются кнопки. Есть специальный соленоид, который нажимает кнопки. Фотоэлементы измеряют яркость светодиодов. Специальный светодиод, наоборот, подает свет на фотоэлемент. Измеряется чувствительность микрофонов, измеряется мощность усилителей, измеряется коэффициент нелинейных искажений. В общем, измеряется все. Собственно, вся эта информация собирается в Raspberry Pi или аналог. Там Linux. И дальше вся эта информация отправляется в серверы, в наши собственные серверы, которые стоят на фабрике. А эти серверы, в свою очередь, через VPN отправляют все в дата-центр в Москве, в Подмосковье. Мы про каждую плату знаем все. На каждой плате стоит идентификатор уникальный. Устройство знает, из каких плат оно состоит. У нас есть база данных, в которой известно, когда эта плата была произведена, какие тесты она прошла и с какими результатами. И там, в том числе, видеопроцессы, как бы, тестирования этого добра. Только благодаря этому мы смогли добиться достойных показаний по уровню брака. С китайской точки зрения 15% брака – это норм. Ну, 85% работы – это какие проблемы. А с большей точки зрения? Ну, мы считаем, что 0,5% – это приемлемо. Вот. Ну и, собственно, возникает вопрос после всех этих сложностей. Можно ли как-нибудь без этого? Не очень. Так. Значит, собственно, здесь есть ссылки на Яндекс.Железо. Ну, собственно, я уверен, что, как это, организаторы предоставят презентацию, как это, на сайте или еще как-нибудь. Если не предоставят слово Яндекс.Железо, вбиваем в Яндекс, и все получится. На YouTube есть плейлист со стримами нашими. Там мы паяем и рассказываем про все. Есть статьи на Хабре про то, как мы все это делали. Ну и, собственно, на этом мой доклад закончен. Вот он я. Спасибо за внимание. Давайте вопросы. Я хотел спросить, во время контакта с Китаем вы контактируете с помощью переводчиков или вы используете английский язык? По-разному. Значит, вообще в Китае английский язык мало кто знает. Есть такой факт. В Китае много людей, и человек, который знает английский язык, очень быстро ездит вверх на социальном лифте. Поэтому, ну, с руководством фабрики мы, как правило, говорим по-английски. Значит, при этом у нас есть сотрудники в Китае, которые там прожили уже много лет. Они, ну, свободно знают китайский, и они могут помогать в переговорах. А насколько долго длится вот этот оперативный процесс между дизайнерами и инженерами? Так, надо вспомнить. Значит, в хорошие годы докризисные, значит, как это, ну, от трех месяцев. Три-шесть месяцев, вот так вот. В кризисное время сейчас все дело затягивается, потому что нужно делать много прототипов, много плат. Ну, то есть я оцениваю сроки увеличения где-то раза в полтора, в два, где-то так. Такой вопрос интересует. У вас был указан бук про упаковку, и было написано, что внезапно это дорого. Скажите, пожалуйста, про упаковку. Значит, мы должны сделать красиво, поэтому должен быть дизайнер, который нарисует красивую упаковку. Должен быть конструктор, который спроектирует картонки. И фабрика должна построить приборы, инструменты, которые будут из картона все это делать. Опять-таки, возникают сложности, типа того, что китайцы, ну, не очень понимают в дизайне, в смысле его европейского понимания. Ну, то есть мы отправляем картинку, коробка, приезжает коробка, на ней, ну, 75% картинки осталось, остальное куда-то уехало. И китайцы считают, что все в порядке. Мы говорим, ну, почему? Ну, 75% картинки видно, в чем проблема? Вот. Значит, дальше происходит следующее. Если мы хотим качественную бумагу, качественную печать, упаковку, значит, и прочее, допустим, стоимость упаковки превращается в, допустим, 5 долларов. Стоимость процессора 2,5 доллара. И вот тут дальше начинается, что на упаковке мы не можем сэкономить, потому что это должно быть красиво, потому что это первое, что человек видит в магазине. И дальше к нам приходят, к инженерам, и говорят, слушайте, у нас есть вот столько денег, вот, из них 5 баксов идет на упаковку, поэтому извольте впихиваться в то, что осталось. Ну, слушайте, давайте памяти поменьше поставим, ну, вы же справитесь. Мы говорим, мы-то справимся, идем к системным программистам, говорим, ну, как насчет там памяти в два раза меньше норм? Они говорят, ну, нам-то норм, а что скажет команда, которая занимается алгоритмами VQE, Voice Quality Enhancement? Ну, потому что у нас в станции, классической в станции МАКС, 7 микрофонов. Это нужно для того, чтобы, когда станция играет Рамштайн, она сама играет Рамштайн, рядом с Рамштайном микрофоны, а я стою в углу комнаты и говорю, Алиса, привет. И она должна меня услышать сквозь Рамштайн. Ну, потому что, понятно, на микрофоны поступает много Рамштайна и чуть-чуть меня. И нужно вычесть звук Рамштайна, чтобы остался только я. Но есть нюанс. Дело в том, что Рамштайн отражается от стен и приходит на микрофоны с задержкой, а стен несколько. И дальше начинается вопрос про то, как изловчиться и вот это echo cancellation сделать, то есть учесть еще и переотражение. И в итоге алгоритмы VQE выглядят так, что вычисляется преобразование Fourier каждую миллисекунду и дальше хранится в памяти, и дальше с каждым сэмплом очередным сравнивается. То есть, условно, вот нам пришел новый сэмпл, давайте пробуем вычесть Рамштайн прямо сейчас, вычесть Рамштайн миллисекунду назад, две миллисекунды назад, ну и так далее. Вот. И только таким образом мы таки можем добиться того, что на полной громкости нужно не очень громко орать Алиса. Ну, то есть у нас есть прямо специальная команда, которая этим занимается. Время от времени она проводит внутренние, как это, лекции про то, как все это работает. Я у них спрашиваю, вот у нас в станции четырехъядерный процессор и гигабайт оперативки. Как норм? Хватает? Они говорят, ну вообще-то, если бы ядер было 16, было бы получше. Вот. Тогда бы мы, может быть, влезли бы. Ну и дальше, когда эти ребята узнают, что сейчас, кажется, памяти станет поменьше, и ходят разговоры про процессор похилее, они говорят, вы что? Я отсюда не видел. У вас есть на схеме вообще пункт, когда вы рассчитываете ремонтопригодность устройства? Или считается, что устройство один раз собрано, и после этого человек его очинить не может? Значит, что такое ремонтопригодность? Да, это после того, как станция собрана, ее нужно иметь возможность разобрать, при этом не порвав на клочки, вывинтить, ну то есть определить испорченный компонент, его вывинтить и заменить, потом собрать обратно, чтобы станция выглядела как новая. Значит, это частично происходит вот здесь, когда делать инженерный прототип, потому что, ну, нужно придумать, как станцию собирать, как разбирать. На этом этапе мы тоже коммуницируем с фабрикой. Случаются курьезы, потому что, например, фабрика как-то раз представила такой дизайн корпуса, которым было удобно отливать и все такое, который требовал очень специальной оснастки и битья молотком еще по этой оснастке. Причем понятно, что не просто кувалды, а специальным молотком, которым не сломать все это дело. Ну то есть, когда приехали девяти образцы, мы их захотели разобрать, и выяснилось, что разобрать мы их не можем, потому что оснастки-то нет. И дальше мы, собственно, ну как, убедили фабрику модифицировать дизайн так, чтобы это было не настолько больно. Ну, короче, в случае станции МАКС это по-прежнему не очень просто, но тем не менее возможно. Вот. У нас есть по Москве сервисные центры, они вполне занимаются ремонтом каким-то вот мелким. Сложный ремонт отправляют нам в центральный офис, там что-то делаем мы. Ну, скажем так, общая... Я честно скажу, я не очень в теме, как бы, да, я знаю вот в общих чертах, как все устроено. В общем и целом идея такая, что если что-то сломалось, давайте мы отдадим пользователю новую станцию, а дальше мы ее принесем в офис и разберемся, почему она зараза сломалась. И дальше что-нибудь поправим в техпроцессе. А что производитель делает с продукцией, которая не прошла тестирование? Ведь не секрет, что стоимость ремонта производителя подчас дороже себестоимости самого исходного продукта. Не выявляете ли потом серую отремонтированную станцию на сером рынке? Ну, значит, ну, смотрите, тут... Сейчас, вопрос где, да? То есть если речь идет про фабрику, начнем с этого, да? Вот фабрика произвела станцию, станция не прошла тестирование, а наша система тестирования забраковала станцию. Что фабрика дальше с этим делает, ну, скажем так, мы не знаем точно. Я подозреваю, что они выбрасывают электронику, а корпус, ну, пытаются использовать по второму кругу. Ну и нормально. Очевидно, что чтобы на фабрике ремонтировать платы с кучей БГА корпусов, это прямо очень дорого, я уверен, что они этим не занимаются, потому что им дешевле произвести новую плату. Ну, в переработку сдают, наверное. Дальше. Значит, что касается России, ну, тут, собственно, станция приезжает в сервис-центр, дальше либо ее ремонтируют на месте, либо ее выдают, собственно, либо выдают клиенту новую станцию, а старую, ну, испорченную, отправляют в офис, где она исследуется и потом либо утилизируется, либо, как это, продается кому-нибудь из сотрудников по сниженной цене, что-нибудь такое. У нас такое про... как это... Мы так делаем, короче. Есть специальный раздел на внутреннем сайте, где продает всякое поддержанное оборудование. Жил в Шэньчжэне около трех месяцев, город просто потрясающий, наверное, самая лучшаяся идея был. А почему был выбранный в Шэньчжэне? Из-за соображения качества? В Шэньчжэне много фабрик. Там, ну, то есть, скажем так, именно в Шэньчжэне наиболее просто и удобно искать фабрики. Когда искали фабрики, ну, вот, нашли то, что нам было нужно в Шэньчжэне. Ну, и, собственно, там и. Ну, помимо Шэньчжэня есть и другие города. Я, честно сказать, не помню точно. В других городах фабрики тоже есть. В каких городах, не помню. Ну, Шэньчжэнь просто, как бы, считается IT-столицей. Да, да, да. Очень высокотехнологичный, развитый, продвинутый, но там же и существенно дороже все, чем в остальном Китае. Ну, скажем так, тут я не могу точно сказать, потому что переговорами с фабриками я не занимаюсь. И по каким критериям они выбираются, ну, то есть, почему именно эта фабрика была выбрана, я не могу сказать, не знаю. Слушаю вас. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот эти взаимные договоренности с производителем по тому, что они вам платы бракованы те, которые не прошли по тесту, они у вас как-то зафиксированы в договорах? Да, конечно. Потому что у нас совершенно другая ситуация. Они просто отказываются их каким-то образом. присылают, в коробке упаковывают, присылают и все. Делают, что хотите. Ну, тоже вариант, типа, плата не прошла тестирование, нам она не нужна, заберите, делайте, что хотите. Ну, можно так подходить к вопросу. У нас совершенно не так, мы платим за все. То есть, возврата вообще нет никакого, невозможно с ними договориться. Ну, у нас почему-то получилось, не знаю. А еще такой вопрос. Вот ваша технология, скажем, разработки, она, ну, очевидно, там, большие затраты у разработчиков и так далее. Вот она, от какого объема она вообще может быть? Как по вашей оценке? Ну, там, от миллиона, от ста тысяч? Ну, смотрите, я мою собственную оценку сейчас скажу только. Я полагаю, что 30 тысяч – это, наверное, минимум, мое ощущение. Единицы. Да, да. Единицы оборудования. Да. Вот. Ну, скажем так, дальше начинаются вопросы, что такое, как это, что такое хорошо и что такое плохо, да, потому что, допустим, если мы делаем оборудование для атомных станций, у нас единичное производство, у нас отдел разработки, отдел тестирования, который каждую цепь будет проверять этого девайса, это будет очень дорого стоить при единичном производстве, но это атомные станции, специфика отрасли. Деньги? Какие деньги? Оно должно хорошо работать, все остальное не важно. Вот. Так, слушаю вас. Я хотел спросить, разработка микросхем, процессоров и прочего уже железного, так скажем, обеспечения будет выявлена на фабрике? То есть, она вас не касается. Значит, смотрите, у нас мы разрабатываем схему, трассировку платы, саму плату, да, именно касательно железа. Значит, мы используем компоненты, которые есть на рынке. Сами компоненты мы не разрабатываем. И тогда такой вопрос, не планируете ли вы начать это делать? Потому что у нас в России с этим все очень плохо. Значит, ответ такой. В случае станции МАКС у нас используется STM32 в экране. Вот. Значит, есть некоторый запас STM32, который фабрика купила до кризиса, и больше STM32 не будет. Мы думаем, что делать. Мы ищем другие микроконтроллеры. Все очень плохо, потому что те люди, которым были нужны STM32, пошли в китайскую фабрику Giga Devices и скупили все, что было у них. Потом они пошли в другую фабрику и скупили все, что было у них, и так далее. В общем, китайцы предлагают нам разные микроконтроллеры. Там есть микроконтроллеры тайваньские, крохотные фабрики, у которых в портфолио три микроконтроллера и все. Но за счет того, что у них маленькая фабрика, они гибкие и, может быть, смогут произвести. Есть какие-то ультракитайские микроконтроллеры с неизвестным каким ядром, и которые достаточно дорогие и дороже, чем STM32. И как бы мы боимся, короче, идти в неизвестные какие микроконтроллеры. Мы приценивались к российским микроконтроллерам. Фирмы Micron, например, мы посмотрели их микроконтроллеры для электросчетчиков на РИСК-5. И я посмотрел, Даташит отличный микроконтроллер. Говорю, прям норм, мы влезем в наши требования. Но, да, и они говорят, да, да, не вопрос, мы можем поставить вам 100 тысяч микроконтроллеров к осени, пожалуйста, да. Вот. Но в два раза дороже, чем тот самый дорогой китайский микроконтроллер. То есть, вот. С чем это связано? Это связано с маленьким российским рынком. Потому что в Китае огромный рынок, они могут миллиардами производить эти микроконтроллеры и за счет этого ронять их цену. российские микроконтроллеры. Небольшой рынок. У нас в России 140 миллионов людей. Очень трудно произвести больше микроконтроллеров. Поэтому цены выше. Ну, собственно, ответ в итоге такой. В России начинается производство компонентов, пока они, к сожалению, тоже из-за того, что маленький рынок. Может быть, однажды это исправится. Слушаю вас. Вот. Вы упомянули про разработку плат. У вас ведущуюся. Ходили слухи, что вы используете дизайн. Значит, тут... Смотрите. Основная разработка... Ну, точнее, все у нас работают в Altium Designer. Начнем с этого. Когда я устраивался в эту команду, у нас, кроме меня, был еще один инженер-разработчик. Он был в Altium Designer. А я пришел такой, значит, у меня был Kikad и у меня был топор. Сейчас я для всех поясню. Значит, есть российская фирма Arimax, которая разрабатывает инструменты для проектирования печатных плат. Долгое время единственным их продуктом был трассировщик под названием Topo R, топор. Они его разрабатывали с конца 90-х. Он очень крутой. Я его обожаю. Он позволяет очень быстро трассировать платы. И вот некоторое время назад они сделали интегрированную среду. Дельта-дизайн она называется. Удобная штука. Я ее пробовал, значит. Но штука в том, что когда я пришел, там был Altium Designer. И, в общем, Altium Designer стал нашим корпоративным стандартом в области разработки плат. Почему? Ну, потому что так сложилось. Вот. Но при этом условно я схемой платы опять-таки рисую в Altium Designer и отрасирую в топоре. Ну, и за счет этого там то, что другие ребята делают за неделю, я делаю за день. Как-то так. Топор очень крутая штука. Ну, в общем, почему другие люди не хотят этого? Я могу тут растечься мыслью про стереотипность мышления, про страх перед произвольными углами расположения проводников и так далее, про нежелание учиться новому и так далее. Но, ладно. Второй вопрос еще. Вот ты вернулась, что у нас 9 месяцев цикла разработки, а потом и жидвительный процесс сопровождения производства, по сути. Какое количество устройств у вас темп разработки этих устройств? Или что делают те люди, которые разрабатывали устройства, когда идут свои производства? Значит, смотрите. Сколько устройств мы одновременно разрабатываем, не скажу, потому что это секрет. Вот. Значит, общая ситуация такая. Вот у нас, допустим, идет разработка станции мини. Значит, приходят новые инженеры, и они начинают разрабатывать оснастку для тестирования этого добра. Заканчивать разработку станции мини начинается разработка станции макс. Те люди, которые закончили станцию мини, переключаются на станцию макс. Там много плат, там экран, этот бэкплейн, процессорная плата, плата Ethernet, Wi-Fi. Нужно проверить... Так, нет, не буду про это. Извините. Я подумал, что это еще секрет, так что неважно. Не будем, что там еще могло быть. Или, может быть, будет. Посмотрим. Вот. Собственно, много работы. Дальше, допустим, мы запустили в производство станцию мини, все в порядке, стенды работают, плата работает, и у нас начинается следующий проект. Вот. Помимо этого, есть всякие задачи, как это... Ну, один из вопросов. Нужно тестировать Bluetooth. И нам нужна ферма, которая будет передавать Bluetooth-сигнал для множества станций, например. Вот. Нужно это разработать. В общем, скажем так, у нас все... Инженеры все время... Ну, скажем так, инженеры все время загружены, и всегда есть пул задач, которые отложены на когда-нибудь потом. Поэтому такого, чтобы вот кто-то сидел, думал, чем бы заняться, такого не происходит. Еще одно направление — это освоение новых компонентов, например. Вот, допустим, стало понятно, что усилители скоро закончатся. Что мы будем делать тогда? Давайте подумаем, что мы будем делать через три месяца, когда кончится усилитель на складах. Давайте мы закажем отладочную плату разных производителей, будем с ними возиться. Загрузим туда настройки, попробуем добиться такого же качества. Это отсеем, это, наоборот, с этим согласимся и прочее. Так что тут прям... Ну, короче, людей мало, работы много. И это не меняется. То есть мы набираем все новых инженеров. Как бы у нас команда... Ну, когда я пришел, как я говорил, у нас был один инженер на разработку, кроме меня, и один за производство отвечал. Сейчас наша команда разрослась в несколько раз. И работы все равно много, и будет еще больше. Ага, слушаю вас. Спасибо за доклад, прежде всего. В вопросе такое, про программирование. Программирование, господалил, в Яндекс.Санциях ваши доклады, что наука яркий алгоритм используется. Рекомпенсация, шумоподавление, вот это все, что связано с обработкой речи. Это достаточно специфическая область. Вот это у вас что, вы наутсорс даете? Или у вас постоянная команда программирования? Даже как далее. Вот они сделали. Хорошо, но как-то работает, все более-менее устраивают. Что дальше? Достаточно очень узкая и специфическая область. Значит, мы какое-то время отдавали на аутсорс эти алгоритмы, но это, конечно же, всегда не хочется, потому что, условно, мы отстегиваем какой-то процент с каждого устройства. В какой-то момент стало понятно, что дешевле завести свою команду программистов. Ну, просто, условно, если я с каждой станции отсыпаю, допустим, 2 доллара, потом я это умножаю на 200 тысяч, и думаю, может быть, я буду зарплату своим платить. Ну, грубо говоря, да? Я точных цифр не знаю, конечно, потому что это не моя сфера. Это еще маленький вопрос. Но если это не секрет, вот сколько всего программистов, заработающих учатных платных, серовщиков, дизайнеров, какие команды разработки и распределения обязанностей, то есть это программисты, то есть это дизайнеры, то есть это дизайнеры что-то делают. Я примерно отвечу, как я помню сейчас, да? Значит, есть команда, которая делает железки. Это, ну, человек 8, по моим ощущениям, где-то так. Есть команда, которая занимается производством. Это 2 человека в Москве и сколько-то в Китае, я не помню, сколько точно. В китайскую команду входят как русские, которые там живут и свободно владеют китайским, так и местные китайцы, которые местные и знают свою специфику. Они считаются сотрудниками Яндекса, все в порядке. Есть команда системных программистов. По моим ощущениям, там человек 5. Это те люди, которые поднимают Linux, пишут драйверы, отлаживают вот это все. Дальше. Есть команда, которая занимается VQE-алгоритмами. По моим ощущениям, их тоже человек 5. Не знаю точно. Может быть 3, может быть 8, не знаю. Есть команда, которая занимается логикой. Ну, я бы это назвал бизнес-логикой. То есть, когда я сказал, что там Алиса, включи чайник, нужно, чтобы она включила чайник. Когда я сказал, Алиса, включи свет в кухне, должна загореться лампочка на кухне. Короче, команда, которая интегрирует вот эти вот вещи в логику. Их, наверное, человек 10, по моим ощущениям. Есть команда, которая пишет, как это, голосовые сервисы, болталка это называется, чтобы можно было с Алисой общаться, чтобы она отвечала на запросы и так далее. Это еще выше люди находятся по технологии. Я даже не знаю, сколько их прям. Вот это вот то, что вот моя как бы сфера охвата где-то вот тут заканчивается. Вот я знаю, что есть люди, которые пишут вот как бы навыки еще Алисы. Ой, вспомнил еще одну команду. В общем, вот как-то так все выглядит. Порядок 50-40. Ну, наверное, так, да. Порядок такой. Вот, да. Ну, еще, конечно, мы не говорим про ту команду, которая занимается распознаванием речи, собственно. Data science, вот это все. Так, давайте... Последние вопросы. Да, остались последние... У нас осталось 5 минут. Давайте, наверное, еще два вопроса. Два вопроса норм. Давайте. Слушаем. Сколько времени прошло от момента зарождения идей до первой проданной колонии? Сейчас скажу. Я могу сказать про станцию Макс, например. Порядка 10 месяцев, по моим ощущениям. Может быть, года. Порядок такой, да. Мы очень торопимся. Так, последний вопрос, прошу вас. Это следствие той самой идеи, что давайте мы не будем делать свое железо, а запартнеримся с производителем колонок. Собственно, ну, как именно... Кто пришел первым? Я думаю, что Яндекс пришел ко лжи, честно сказать. Не знаю точно, но подозреваю, что было так. Вот. Не могу точно ответить про других производителей. Просто не знаю. Так, ну все, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.